Итак, начнём мы, давайте, девятую главу. Сначала мы её просто прочитаем. И я предлагаю, что, давайте немножко изменим формат. Потому что у меня есть люди, которые жалуются, что когда читаем мы книгу Откровений, не всех слышно хорошо в камере. Понимаете, да? Ну, потому что... Да, было такое. Я тоже, когда смотрел, мне приходило вас читать эти моменты, чтобы услышать. Да, 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 да. Поэтому, наверное, давайте я буду читать, потому что меня лучше всех в эту камеру слышно. Вот. А обсуждать уже будем вместе. Хорошо? Давайте сначала просто мы читаем поверхностно девятую главу. То есть мы её прочитываем, знакомимся с текстом. Я уверен, конечно, что все уже её читали и знакомы, но тем не менее. Повторение, как говорится, мать учения. Итак. Пятый ангел вострубил. «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладези». Давайте я сразу сделаю пометку. Кладезь – это колодец, да? Ну, чтобы было понятнее. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Абвадон, а по-гречески Апполион. Одно горе прошло. Вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил и услышал, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число комного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех яз, от огня, дыма и серы, восходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их, и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих яз, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни говорить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Вот такая вот у нас девятая глава. У меня есть маленький вопрос сразу же. Да. Я тут сразу же читаю, и последние слова, которые были медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, У меня в тексте написано «не ходить», а я услышал «не говорить». Просто хочу понять, в каком текст тот же. «Не видеть», «не слышать», «не ходить». Да, правильно, это я, видимо, оговорился. И греческий подстрочник, я читаю, «не не видеть не могут», «не слышать» и «не ходить». Один слово стоит. Хорошо. Итак, когда мы читаем... Я вам скажу свое личное ощущение. После того, когда я первый раз прочитал девятую главу, ну и не только девятую, вообще всю книгу «Откровения», у меня была глава такая, я просто не понимал ничего, что там написано. Очень-очень сложно все это понять, очень слишком много образов. Ну и это одна из тех глав, где мы понимаем, что книга «Откровения» все-таки написана небуквальным языком. И навряд ли это будет саранча с такими зубами, как у льва, да? То есть речь, скорее всего, идет о каких-то определенных событиях, где мы, опять же, должны за образами разглядеть то, что подразумевается под ними. Давайте начнем с девятой главы, с самой первой стих. Самый первый стих говорит нам. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, дан был ей ключ от колодца бездны». «Кладезя бездны» написано, но это колодец, если кладезь означает. Мы знаем, семь ангелов должны протрубить из предыдущих глав. Вот это пятая труба. Непонятно, что за звезда, которая падает с неба на землю, и непонятно, что за кладезь бездны, которую эта звезда может открыть каким-то ключом. Для того, чтобы понять, что такое вообще кладезь бездны, нам нужно будет просмотреть ряд ссылок, где используется... Ну, как вот я изучаю. То есть я смотрю, где используется слово вот эта же бездна, причем я стараюсь вести поиск по Библии не по русскому переводу, а по номеру стронга, потому что там сверяют уже с еврейскими словами, да, и с греческими. И если мы сделаем вот такой вот анализ, то вы увидите, что слово бездна, она многократно используется, начиная чуть ли не с самой первой главы бытия, как какое-то большое море, какие-то большие воды, да, то есть это не просто... Вот у меня до этого было понимание, что бездна – это какая-то яма большая, да, вот, а оказывается, бездна – это связано с водой, то есть это как большие какие-то воды. Когда вы помните, начинается первая книга, первая глава книги бытия о том, что и Дух Божий носился над бездной, вот там использовано это же самое абсолютно слово, то есть это какое-то вот было вот море. Дух Божий носился над водой, переведено в синодерном переводе. На самом деле там стоит слово бездна. Там такие... Ну, я, например, вот это... Когда думал над этим тоже, и над этим текстом в том числе, как раз-таки бездна у меня сейчас всплывает таким неким объектом, который не имеет дна. Что не имеет дна? Да, что-то такое, что не имеет дна. Если бы... Это же ведь касается нашей планеты, правильно? Ну вот, а у нас, насколько вот мы изучили нашу планету, на данный момент самое глубокое место – 11 тысяч. Ну вот это вот... Марианская впадина, да? Да, Марианская впадина, да. Но она всё равно имеет дно. Всё равно имеет дно. Значит, вполне возможно, что речь идёт не о каком-то водном объекте, да? Скорее всего, да, вода какая-то другая. И я вот сейчас скажу, почему мне кажется, когда Бог отделил воду от воды и стало небо твердью, твердью над бездной, над которой до этого он носился. И вот бездна, на мой взгляд, я могу ошибаться, это как вот есть гипотеза, то, что она земля внутри полая. И вот эта вот полость является бездной. И твердь, которая стала небом, это та поверхность земли, по которой мы ходим. А для внутри... Внутри земли, если она вдруг пустая, то там небо находится. И вот этот вот колодец, это тот туннель, который соединяет одну часть, как бы, поверхности с внутренней частью поверхности. И это соединение, оно в любом случае водное, поскольку оно не может быть неводным, потому что нету отверстия, которое было бы на какой-то суше, потому что любые отверстия, которые на суше, мы их бы изучили. Поэтому, скорее всего, они находятся в воде. И связь с этим внутренним миром, она тоже находится, как бы, через воду. А ключи к бездне, скорее всего, подразумевается, ну, некие, может быть, параметры какие-то определенные, без которых эту бездну не найти. Например, там, координаты этой бездны, или там, логин и пароль, когда ты подлетаешь к этой бездне, тебя туда пускают, если ты там свой или не свой, ну, грубо говоря. А теории по поводу того, что земля внутри пола, их огромное количество, и там много литературы на эту тему написано. Это, опять же, если не смотреть внутрь самой книги, а где-то за рамкой. Потому что внутри книги сама книга не описывает, что это за бездна, и какая звезда, это могло упасть. И понятное дело, что звезда, она, ну, она не может упасть. Значит, звездой подразумевается некий объект. А какой объект мог бы быть в представлении человека являться звездой? Вот если он падает с неба, то он, скорее всего, летит с огромной скоростью, и преодолевая вот эту вот скорость, нагревается в результате трения в воздух. Ага. И, может быть, это является неким... Ну, пар дальше пошел, правильно? Ну да, может быть, пар пошел, да. То есть, у нас, опять же, две точки, два варианта развития, как бы, нашего мышления. То есть, первое, мы пытаемся отгадать, какие физические объекты стоят за словами «бездна» и за словами «звезда». То есть, как это может выглядеть физически. Другой вариант. Если мы будем смотреть, какие могут за этими... если мы воспринимаем вот эти слова аллегорически, какие могут стоять образы, возможно, какие-то духовные, стоять за этими словами. Даст ли нам какой-либо ответ... Да. Да. Какой-либо ответ нам же может дать просто-напросто Библия. То есть, мы можем посмотреть параллельные ссылки, где еще в подобных местах используются те же самые слова. Давайте мы попробуем посмотреть сначала слово «бездна». Я предлагаю открыть первую ссылку. Это у нас Ионы. Вторая глава. И шестой стиль. Мне кажется, если мы говорим об образном толковании, эта глава, она одна из лучших. Так, одну секунду. Я сейчас она открою. Вторая глава. От Иоанна вторая глава, да? Иона. Иоанн. Иоанн. А, сейчас, одну секундочку. Так. Все открыто. Итак, Иоанна вторая глава, шестой стих. С пятого я прочитаю. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морскую травою обвита была голова моя. До основания гор я сниз шел. Земля своими запорами навек загородила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Вот это вот слово, которое здесь, в синодальном переводе, переведено ад. На самом деле, слово бездна там используется. Изведешь душу мою из бездны. Об этой же бездне говорит пятый стих. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. То есть, вот, аллегорическое толкование слова бездна в Библии есть как ад. Ад. Ад, да. И в том же тогда, получается, имея слово ад, мы, возвращаясь к книге Бытия, видим, как есть ключи. Да, чуть-чуть, чуть-чуть сейчас, ну, давайте не забегать вперед, потому что мы это сейчас разберем. Еще подтверждение, как бы, к этой ссылке римлянам, 10 глава, 7 стих. Давайте тоже откроем. Это уже Новый Завет римлянам, 10 глава, 7 стих. Павел как раз толкует о том, что такое, что такое говорит нам Писание, да, праведность от веры. 10 глава, 7 стих. Ну, давайте с 6 стиха, опять же, чтобы целиком мыслить. Итак, а праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твое, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. То есть мы опять здесь видим толкование слова бездны, как ад, как место, где находятся мертвые, да? Есть у нас такое. Один из вариантов, то есть который предлагает толкование нам Библия, это то, что бездна, она может ассоциироваться с адом. Если мы возьмем вот эту точку, то получается, что эта звезда падает на землю, и ей дан ключ от ада, да? Можем мы так предположить. Давайте мы попробуем теперь заглянуть в книгу Откровения, 1 глава, 18 стих. 1 глава, 18 стих, опять же я прочитаю. Иисус Христос говорит о себе в этих стихах, да? Я начну с 17-го. Он говорит, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и сержив, во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти. То есть мы видим, что здесь используется опять же слово ключ, ключ от ада. И этот ключ находится в руках Христа. Это, скорее всего, потому что он был мертв и находился в бездне. Да, и вышел оттуда, у него есть ключ. А, скорее всего, тогда может быть ключ аллегория, как знание, знание о том, что такое ад. Ключ ада и смерти, это значит, что можно отпереть и выйти. То есть Христос воскрес, да, мы говорим. То есть у нас есть такая концепция Христового воскресения. Христос воскресения. Тот, кто смог победить смерть. Единственный, да? Вот. То есть за этим тоже опять же скрывается... Грубо говоря, ключи от ада, это, грубо говоря, что ад некая темница, и когда у тебя есть ключ, ты из нее можешь выйти. Да, ты из нее можешь выйти, да. То есть ты ее можешь открыть. Вот. Значит, ключи это и есть знание, знание о том, как это... Секунд... Да, чуть-чуть, не забегай, сейчас, чуть-чуть помедленнее. Итак, если мы предполагаем, что это Христос, который открывает бездну, значит, за символом звезды должен скрываться сам Христос. Да? И у нас есть ссылки, то есть у нас есть в книге Откровения 22 глава, по-моему, 16 стих, где Христос говорит, «Я звезда светлая утренняя». То есть он о себе, то есть применительно к себе применяет вот этот образ звезды. То есть, в принципе, ну, оно у нас так вроде как вот с этим толкованием более-менее сходится. То есть звезда – это Христос, открывая ключом, который он имеет, ад и смерть, и оттуда, вот из этой бездны, начинает что-то... Нет, 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 не из бездны. Не из бездны, разница очень серьезная. Из колодца? Нет, из дыма, который поднялся после того, как это все произошло. Третко написано «из дыма». Давайте смотреть, да. «И дан был ей, звезде, ключ от кладези бездны». То есть от колодца бездны был дан ключ. Мы пока только первый стих изучаем. Да, да, да. Да. То есть ключ от колодца, колодец открывает вот эту бездну, и с нее выходит... Переходим дальше. Большой дым, как из большой печи. Да, теперь... Обращается в солнце. Теперь мы переходим дальше. Теперь мы переходим дальше. То есть пока что мы так вот в голове держим ну вот примерно такое вот толкование, что у нас звезда, возможно, это Христос, который имеет ключ от ада, да. Бездна с собой символизирует ад и так далее. Хорошо, давайте посмотрим дальше. «И отворила кладезь бездны». Она отворила, кто? Звезда, да. «И вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладези, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Здесь нам нужно... Я говорю, что саранча из дыма обезда, это тоже же важно. Да, ну вот повалил дым, и из дыма вышла саранча, да. Да, то есть, ну, да. Дальше нам нужно понять. То есть это может быть... Саранча опять какая же? То есть саранча может быть в виде насекомых каких-то, возможно, очень больших, возможно, необычных насекомых, которые, ну, действительно, мы знаем, что у них там лицо, как у человека, да, волосы там и так далее. Вот. Но если мы подразумеваем, что это ад, и оттуда что-то выходит, такое вот как саранча, да, тогда мы можем, опять же, за саранчой искать, как бы, вот этот вот образ. То есть, если это аллегорический образ, то, соответственно, мы можем подумать, что может за этим скрываться, что скрывается в аду, да, и почему у этой саранчи, вот смотрите, этот стих у нас есть, одиннадцатый стих, да, царем над собою, эта саранча, имела ангела бездны. То есть у этой бездны, у этого, в этом колодце, вот где бездна, да, у этого ада есть ангел. И имя ему по-еврейски Абвадон, по-гречески Аполион, а по-русски мы знаем, что оно переводится как губитель. Вот. То есть вот этот вот ангел-губитель, он является царем вот этого вот самого ада, и он выпускает, он управляет, вернее, вот этой вот самой саранчой. Можем мы предположить, что это какой-то темный ангел, возможно, это сам дьявол, да, вот, губитель. У дьявола много имен, мы знаем, что у него есть, в том числе там и соблазнитель, и искуситель и так далее, вполне возможно, что и губитель. Кто царь в аду? Понятное дело, кто. Вот. То есть вполне возможно, что саранча, опять же, опять же, это не просто так саранча. Почему берется... Вот давайте теперь вернемся как бы к образу саранчи. Что может за этим скрываться? Самое первое, что, ну, лично у меня напрашивается, да, то есть, ну, исходя еще из контекста, предыдущий глав. Мы знаем, что падал град, да, падал вместе с градом огонь. Сейчас вот вышел... Да, огненный град, да. Вышло сейчас саранча и так далее. Понятно, что образы, они взяты из книги «Исход», где идет речь о казнях египетских. Помните, да? Там тоже был у нас играт, там тоже у нас была саранча. Давайте мы так кратенько это заглянем. То есть, например, «Исход» 9 главу сначала откроем. «Исход» 9 глава. Я прочитаю сейчас 23 и 24 стихи. Стихи 23, 24. Итак. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее». То есть, это одна из казней египетских, которая говорит в книге «Исход». 10 глава говорит про следующую казнь. Что мы видим там с 12 стиха? Я сейчас прочитаю. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, пусть нападет в саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града. И простер Моисея жезл свой на землю египетскую, и Господь налел в сию землю в восточный ветер весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. она покрыла лицо всей земли так, что земли не было видно, и поела всю траву земную, все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой, во всей земле египетской. то, что говорится о саранче при наказании египетского фараона. То есть, очевидно, что эти... И в книге откровения уже немножечко свойства саранча и поменялись с точностью да наоборот. Да, то есть, у нас есть, да, то есть, здесь уже оно не губит, скажем так, траву и прочее, но оно уже вредит людям, да? При этом оно вредит, что интересно, так, что люди не умирают, а только мучаются. Причем так жестко, что хотят уметь египет. Да, просто смотрите, когда вот у нас идут подряд как бы некоторые там казни, некоторые события, и мы видим между ними явные параллели, то есть, мы можем предположить, что одни события, они, возможно, являются прообразами или пророчествами на другие события, да? То есть, в Библии это многократно где встречается, то есть, то, что происходит, скажем там, с Моисеем, да, потом происходит с Иисусом Христом, где-то есть какие-то параллели, то, что происходит с Египтом, оно происходит потом с Землей в книге Откровений, да? То есть, у нас таких параллелей, на самом деле, очень много. То, что с Ильей происходит там, как бы, очень много. Поэтому, где-то вот одно является прообразом другого. Что-то где-то повторяет, и мы можем находить какие-то определенные параллели. явная, абсолютно параллель, которую никак нам не исключить, это то, что это является наказанием кого-то за непослушание, да, то есть, это явный... В нашей книге, которую мы изучаем, там есть конкретное описание тех людей, это те, у которых нету печати. Да, да, то есть, те, которые не приняли вот эту Божью печать. Мы уже проходили, что там на этой печати запечатлено? Имя Бога, да? То есть, тот человек, который принимает к себе, на себя принимает имя Бога. Например, Иисус Христос говорит, вы будете всеми ненавидимы за имя мое. Носим ли мы на себе какое-то имя? На лбу ничего не видно, да, на руках ничего не видно, Бог смотрит не на лице, написанное на сердце. Но это смотря, как понимать. Да, опять же, смотря, как понимать. Мы уже... Елена, да? Вадим, а в францисских книгах печати, которые у нас сейчас только что получили, 144 тысяч. Мы уже как бы включили книги. Включили книги, да, то есть, они получили печати. Только обыдьи сейчас получили. И только им сейчас нельзя увидеть. Именно выключили. Ну, хорошо, да, то есть, по вашей временной линии, то есть, там действительно, по идее, уже христиан-то и не должно быть, да? То есть, остались, остались только вот эти вот 144 тысяч. Нет. Просто, консистки книги, мы же сейчас только вышли из этой, из 7 главы, 7, 8, 9, мы еще последуем. Да, да. Я не думаю, чтобы у Бога там все было, как венегрит. Он и тут последовательно походил. Значит, печати у нас там будет, а сейчас 144 тысяч. чисто из евреи и еврейского народа. Хорошо. Хорошо. 144 эти тысячи, их можем мы сейчас вот в контексте этой главы назвать христианами? Конечно. Конечно. Ну, вот я об этом и говорю. Мы сейчас тоже носим на печати, правильно? Да, но на этом не носим. Это не одна. Ну, да, я просто говорю о том, что такое печать Бога. То есть, печать Бога, это не обязательно какой-то видимый символ на лбу. Вот я к чему. Печать. А во времена этого царства книги конкретно будет холо. То есть, конкретно на лоб. От печати. Либо на правую руку. Или на руку. Ну, это один из вариантов толкования. То есть, я как бы здесь не спорю. То есть, вполне возможно, что действительно будет отметка на лбу. Когда обсуждался вот этот вот проект, я так в двух словах, между теми людьми, которые сейчас организуют нам вот эти печати, они обсуждали, как быть с теми людьми, у которых нет руки. И они сказали, что те люди, у которых нет руки, мы им будем ставить в другое место. И они нашли второе такое место. И есть у человека только лишь два места в теле, куда можно чип внедрить. Одно место как раз-таки на руке, а второе место на шее. Вот как раз-таки в районе головы. Ну да, это идея с чипами, она тоже гуляет, как бы достаточно популярная. Сейчас пока что речь о чем? То есть, есть люди, которые примут на себя имя Бога. Да? Вот мы, когда крестимся во Христа, мы принимаем на себя имя Бога. Вот. Об этом говорит, например, 1 Коринфянам, там, 3-4 глава, что мы крещены в имя Христа. То есть, мы... Это как выйти замуж. Когда женщина выходит замуж, она принимает на себя имя мужа. То есть, она начинает носить его фамилию. Вот. То есть, также, когда... в этом случае, если речь идет вот о вот этом чипизации, либо я не знаю, как это назвать, вот это вот, то здесь будет речь идти о чем? Есть некая разница между одним человеком и другим, у которого есть это имя, у которого нет этого имени. В данном случае, это имя, если вот брать эти события в нашей реалии, в которых мы находимся, то это будет имя, оно будет каким-то образом связано с очень серьезным информационно-вычислительным центром, компьютерным, который будет это все обрабатывать. Потому что без этого компьютерного-вычислительного центра все эти печати ничего значить не будут, потому как все равно будет привязка к... ну, к какому-то центру, да, и вот этот вот центр, это и есть, имя Богу, то есть название этого компьютерного центра. Ну, и... Да, но здесь есть один момент. Я почему перебиваю, потому что один есть момент. Будут стоять два рода печати, то есть одни печати, они будут ставить звери, да, а одни печати ставят ангелы и Бог. Вот. Они ставятся тоже на лоб, там, и так далее. Сейчас мы говорим о тех печатях, которые Бог ставит. Бог запечатлевает своих людей. Печать Божия. Имя Бога они носят, эти люди. Их ставят ангелы. Вот это 144, вот эти вот тысячи, да. Потом, в дальнейших книгах, мы будем еще дальше проходить, там будут ставить зверь свои печати. Он будет ставить свое имя. Зверя. Зверя, да. Число имени своего будет ставить. Вот. Это уже другое запечатлевание. То есть фактически книга Откровения, она разделяет людей на тех, кто примет Божью печать себе на челу, и тех, которые примут печать зверя себе на челу. Вот два рода людей. Да. Одни будут страдать, они будут страдать от вот этих вот событий, которые мы сейчас проходим, изучаем. Это те, которые с... Которые не имеют на себе печати Божьей. Которые не имеют. А вот если у них будет печать кого? Если будет печать имя Господа, то их нельзя трогать. То ангелы эти не будут их трогать, они будут их обходить. Вот. А печать зверя люди принимали для того, чтобы торговать, чтобы продавать там что-то такое, понимаете, да? То есть мы сейчас не говорим про печать зверя, мы говорим про печать Бога. Вот эти... Печать Бога не трогают. Да. Не трогают вот эти вот ангелы, у которых идет речь. И вот эта вот саранча там и так далее. То есть вот всем вот этим темным назовем их таксилом, Хотя они действуют по воле Божьей абсолютно. Да? То есть мы написали, что до нас здесь была власть столько-то, этим до нас столько-то. То есть саранат действует в соответствии с тем, что Бог ему разрешает. Вот одним людям будет вред, другим вреда не будет. И опять же у нас здесь явная абсолютно параллель с книгой Исход. То есть мы знаем, что во времена этих египетских казней, да? Когда израильский народ ему было сказано, вы должны помазать косяки своих дверей кровью Агнца, да? И тогда вот эти вот ангелы смерти, они обойдут ваши дома и ваши первенцы не умрут. То есть а у остальных все первенцы умерли. То есть вот такая вот была казнь. И здесь мы тоже видим, что некая кодовая отметка, да? То есть некая определенная отметка, то есть вот эти вот люди, они приняли вот это вот, они помазали там кровью Агнца. Это, разумеется, является явным абсолютно пророчеством на то, как мы мажем себя кровью Иисуса Христа для того, для чего? Для того, чтобы опять же вот это вот всего избежать, да? Мы на себя принимаем имя Христа, мы на себя принимаем, ну опять же, это я образом толкую, можно не соглашаться, печать имени Христа на себя мы принимаем и носим это имя, мы называемся христианами. Мы можем быть ненавидимы за имя Христова. Если я приеду сейчас куда-нибудь в Афганистан действительно, мне в Америке хорошо живется, да, здесь как бы проблем нет. Да, там в таких некоторых странах этих азиатских там за Библию смертная казнь. Да, да, то есть и мы уже, у нас даже один знакомый умер. Вот. То есть это как бы дело такое, в определенный момент будут очень серьезные гонения, то есть хорошо, мы сейчас говорим не об гонениях на Христа, мы сейчас говорим о саранче, да, то есть вот у саранчи есть еще один такой образ, кроме того, что вот она ходит пожирает, ее очень много, ее несметное количество, то есть всегда, когда используется образ саранчи в Ветхом Завете, особенно часто он используется, то это всегда какая-то тьма, это чего-то, чего-то такого очень-очень многое. Например, мы не будем сейчас все ссылки проходить, судим, 6 глава, 3-5 стихи, там язычники выходят под образом саранчи, нападают на Израиль, вот они как саранча там все прям сметают на своем пути. Иеремия, 51 глава, 27 стих, саранча является как образ такой армии всех народов, которые собрались против Израиля. Мне, кстати, вот кажется, что вот вот это вот одно из достаточно схожих с нашим толкованием, которые нам бы неплохо иметь. Вторая, пролипоменован, 7 глава, говорит, что саранча нападет как гнев Божий для того, чтобы смирить Израиль, для того, чтобы Израиль покаялся в своих этих, то есть, Амоса, 7 глава, с 1-5 стих, саранча, опять же, как средство наказания Богом тех людей, которые, опять же, это символ наказания, это чего-то очень много, это какая-то может быть армия, или еще что-то. Скажите. Вот у меня есть мысль по этому поводу. По этому поводу следующее. Во-первых, по поводу толкования вот этого всего, если мы рассуждаем о том, что человек получил видение в духе о будущем, то он мог видеть действительно те события, которые происходят в будущем и прямо четко, отчетливо, прямо один в один. Да, может быть, как у него нету связи между тем, какое будет в будущем, какое будет будущее, и между связи его настоящим. Соответственно, если он видит некие объекты, которые, ну, никак в его настоящем не существуют, он начинает эти объекты описывать теми словами, которые у него есть. Совершенно верно. Вот в частности, таким образом получается, ну, я так думаю, может быть, как бы это не так. И получается, что, не имея никакой образного какого-то какой-то связи, он рисует те образы, которые ему ближе всего. Вот, подробное описание этой саранчи, вылетевшей из этой дыма, саранча, она летит, у него есть свойства, то есть, он, говоря слово саранча, она же летает или перепрыгивает. Ну да, там дальше говорится, что крылья у него там подобно, там-то. Там у них из крылья, у него есть венец над головой, на голове. Волосы, зубы, как у льва. Да, вот, и подробное даже описание шума, который издает. Вот, сопоставив все вот эти вот образы, я прихожу к выводу, что это вертолет, который с броней, у которого жало, этим жалом он жалит, то есть, по сути, делает опушка, которая стреляет. И, соответственно, но, при стрельбе она почему-то никого не убивает, то есть, люди хотят от него умереть, от этого, но умирать не умирает. Вот здесь, как бы, уже есть нестыковка. Ну, как так, если это боевой вертолет, с хвостом, с жалами, со всеми делами, но люди не умирают от него. То есть, скорее всего, там уже, может быть, это будущее, которое нам сейчас не до нового, как бы, даже понять, может быть, события описанные тоже не о нашем современном, да, а немножечко о будущем, может быть. Ну, да, может, там уже все вертолеты, как бы их перестанут делать вообще. Ну, да, но, насколько я сейчас знаю, сейчас появляется оружие нового типа, это не огнестрельное оружие, это новое поколение оружия, которое гораздо серьезнее обредит человеку, это психологическое оружие. Оно в Москве, кстати, было применено, и я даже попал под действие этого оружия, и могу сказать, что это очень серьезно. Ну, действительно, ты находишься в таком состоянии, когда ты хочешь все что угодно сделать, вплоть до самоубийства, лишь бы это состояние прекратить. Да, интересно, что дьявол, он вообще говоря, у него есть свое очень сильное оружие, да, то есть, чем дьявол, например, оперирует. Он входит в людей, это дух, да, и он тоже начинает, люди попадают в его, так сказать, сеть, в определенные какие-то под его, скажем так, управления, начинают делать то, что как бы не хотели делать. Это может быть за счет обмана, за счет лжи, это может быть за счет соблазна, за счет похоти. Похоть рождает грех, грех рождает смерть и так далее. То есть, мы знаем, что есть такая определенная цепочка. У дьявола есть жало, которому он жалит, и мы знаем еще, начиная там, опять же, с первых книг бытия, и, что слово жало, это тот, ну, опять же, один из образов, как он жалит детей, в том числе, Божих пытается их всячески, это Христа он пробовал укусить, то есть, опять же, соблазны, испытания, искушения и так далее. Как вот оно и есть. Дьявольское оружие. Оно и есть, вот это вот, это может быть образно и абсолютно, то есть, это дьявол, оно может вообще не иметь никакого, несуществительного, ничего, то есть, дьявол, он в наших головах. Да, да, смотрите. Я могу сделать что-то, и вот это что-то, это как раз-таки та линия, та грань, которая как бы должна была бы человека как бы оградить, но он эту линию переступает, линия запрета определенных вещей, как та же Ева с этим стволом. То есть, они, да, совлазнились, то есть, поверили дьяволу, да, то есть, им Бог сказал одно, а дьявол сказал другое, они поверили не Богу, а дьяволу, то есть, проблема, да? И сейчас, то есть, это происходит постоянно со всеми абсолютно людьми, включая всех нас, мы постоянно сталкиваемся вот с этими, но они еще под образом огненных стрел, да, вот эти вот дьявольские, которые приходят на смысл или еще что-то, которые постоянно, просто-напросто атакуют нас, атакуют наше сердце для того, чтобы мы соблазнились, сломались. И написано, что от этих огненных стрел мы должны укрываться щитом. И щит, опять же, образное выражение написано щит веры, да? То есть, Иисус Христос как победил дьявола. Дьявол ему говорит, ну, если вот ты вот там вот так-то вот так, он говорит, написано тот-то-то-то-то и четко дело, как написано. Вот, щит веры. Хорошо. Если мы предполагаем, что бездна, это у нас ад, навряд ли в аду летают вертолеты. Ну, это просто мое такое мнение. То есть, скорее всего, речь идет не совсем о каких-то физических объектах. То, что реально из ада может вылететь, да, то это могут быть те души, те духи, которые там содержатся, те ангелы, которые там содержатся, или еще что-либо. Но здесь, опять же, кто что понимает под словом дух, ангел и так далее. То есть, по мне, то мое понимание, то есть, самое ближайшее, скажем так, слово из современного лексикона, которое подходит к слову дух, ну, скорее всего, это какая-то идея или мысль, да, или какая-то вот живая только идея, да, не просто какая-то абстрактная. То есть, приходит тебе в голову какая-то вот, которая начинает тобой управлять, понимаете, вот дух. Дух бывает Божий, святой, дух истины, когда эта идея какая-то праведная ведет тебя по праведному пути. А бывает дух, и причем их может быть человеком семь духов, легион духов и так далее. те, которые неправильные совершенно, те, которые ведут куда-то в сторону или еще что-то такое. Я, ну, склоняюсь к мысли, что вот когда открывается вот эта вот бездна, причем Иисус Христос ее откроет и покажет людям все абсолютно вот эти вот идеи, все эти духи заблуждений, которые оттуда вылетят, и те, которые просто-напросто как саранча. все вот эти вот. Помните, есть еще один стих, я не помню точную ссылку, что Бог за то, что они как бы не прославили его как Бога, Он послал им духа заблуждения, чтобы они верили лжи. Это, по-моему, у нас филиппейцы. Римлян. Да, еще. Да. То есть люди, Бог может посылать людям вот такое вот как бы испытание, ну, не испытание, даже наказание, да? То есть, если не хотите верить Богу, ну, хорошо, ну, вот вам, пожалуйста, духи заблуждений можете верить в лжи. Вполне возможно, что вот эти вот духи заблуждений, они вот вылетят на землю как саранча, и они будут мучить людей. То есть, реально человек, когда в него попадает, например, похоть, ну, похоть, это не только такая, как в современной консекции, там, сексуальная похоть, это просто любое желание, вот он хочет что-то и не может, вот он болеет, ему плохо. Когда в человека попадает какая-то гордость, и вот он сидит и думает, кто же что-то обо мне подумает, да, ну, как же так, ну, неужели я там хуже, чем, ну, и так далее. Человек мучается. Бывают всякие духи заблуждений, например, типа, вот, есть дух заблуждений, что вот там фашизм, там, или еще какие-то, там, изны, да, неважно. И человек мучается. Мало того, что он мучается духовно, так он еще может начать причинять мучения вполне физически, да, то есть начать как будто убивать. Вор! Приходит к нему в голову идею украсть. Ну, сначала же она ему падает в голову, в сердце принимается, растворяется, и потом приводит. Если информация о том, что можно то или иное совершить, и не дают информацию, то ей взяться неоткуда. По идее, как бы неоткуда, но, опять же, Библия говорит о том, что из нашей собственной плоти, несовершенной, нам эти идеи, то есть плоть, она работает на сатану. То есть наша плоть, она всегда будет на стороне дьявола, потому что она будет подкидывать поводы к соблазну. Создана, оперирует через нашу плоть. Вот. Суть в чем? Есть дух от Бога, который говорит, вот есть истина определенная. Ну, к примеру, вот не убей, да, не убивай. Бог не говорит ничего другого. Он не говорит, ну, окей, ну, если сильно надо, то убей там, или еще что-то такое, ну, можно, ну, или еще как-то, или там не укради, ну, если сильно надо, ну, можно украдить. Суть в чем? Есть определенный путь, очень узкий, истина, как люди должны жить для того, чтобы наступило Божье Царство. Вот если все люди возьмут вот так вот и начнут жить сегодня, сегодня наступит Божье Царство. Проблема в чем? Проблема в том, что люди не могут сейчас так начать жить, потому что им мешает их собственная плоть, их собственные заблуждения, ложь, которая живет в мире, и вот сатана, князь этого мира называется, царь, да? Посмотрите, здесь, вот в этом стихе написано, что Абадон Аполлион, губитель, он царь над этими, вот, над этой саранчой. Да? Мы можем предположить параллель между вот этим, вот, что Абадон Аполлион это и сделал, да? Абадон Аполлион Аполлион, вполне возможно, вполне возможно, но утверждать это довольно... Утверждать нет, ну, конечно, в книге Откровениях нет, я вообще могу сказать, что в книге Откровениях ничего нельзя утверждать на 100%, ну, вообще практически, если только вот нет, вот написано конкретно точно толкование вот этого образа, а так всегда нам приходится так или иначе делать натяжку, в любом случае, у нас так или иначе она будет вероятность ошибки. О, вот, слушай, а вот, может быть, вот эту связь еще провести, вот, ну, мне так кажется. Вот смотри, из дыма вышла сарача на землю, была дана есть власть, какую имеют земные скорпионы. Может, речь идти о земных скорпионах, о неких свойствах людей, которые разделись под знаком скорпиона, и вот эта вот власть, она попала, распространилась на всех людей. Может быть, это какое-то, вот, действительно, свойство человека. Да, может быть, вот смотри, если мы говорим о знаках зодиака, о тех, которые родились там по знаком скорпиона и так далее, в Библии, скорее всего, авторы не использовали знаки зодиака вообще никак. То есть, вот сколько я изучал, нету такого, такой вот, ну, мне, я не нашел какого-либо подтверждения, что они где-то, это вообще, даже знакомо с этим. Знаки зодиака не используются, потому как по знакам зодиака можно определить время, дату, а Библия время и дату скрывает очень тщательно. Мы не знаем, не о событиях. Ты можешь напомнить, какие существуют знаки зодиака? Я просто, вот, какие знаки зодиака существуют? Да, то есть, вот у нас есть водолей там, да? Телец, овен. Телец, например, образ в Библии, он используется как образ учителя или образ жертвоприношения. Овен, ну, овен, может быть, как агнец. Что еще там есть? Рак, лев, весы, рака вообще нету. Лев, лев символ царя, то есть, духовного в Библии. Девы нету, весы тоже нету. А, ну, чаши весов там есть, твои перевесят до грехи. Ну, то есть, нету такого, чтобы вот использовались конкретно вот эти образы. То есть, навряд ли. То есть, очень маленькая вероятность. не привязывается к звездам, не привязывается, потому как даже любое событие, даже вот Вифлеемская звезда, да, оно есть, да, конкретная дата, потому как Вифлеемская звезда, по гипотезе, есть три планеты, которые выстроились в ряд, которые случаются, это явление очень крайне редкое, это зрелище Земли происходит, крайне редко. И вот они, эти три звезды, они выходят, три звезды, три планеты, они, получается, светят в совокупности очень ярко, как вот, ну, светят даже, даже утром, когда уже все звезды уже не светят, а эта звезда продолжает светить. Но это событие, оно очень быстро проходит, то есть планеты продолжают дальше вращаться, уходят с этой орбиты, и больше она уже не светит. Все, и это событие, оно очень редко когда происходит. И это есть дата конкретная, эту дату можно просмотреть, я пользуюсь огромным количеством программ, которые позволяют выстроить, ты знаешь, где какая планета находится, ты можешь выстроить любую дату. Для этого, собственно, и было созданы вот эти все знаки зодиака. То есть, мы вращаемся... Да, смотри, вполне возможно, что за Вифлеемской звездой у нас стоит какое-то определенное астрономическое событие, и почему мы можем это предположить? Вполне, то есть, потому что волхвы, какие-то мудрецы из языческих, в общем-то, стран, они рассчитали, где должен родиться мессия, да, то есть, по каким-то там... Я не знаю, пользовались они астрологией, астрономией, или это вообще что-то другое... Нет, об этом Библия просто не говорит, чем они пользуются. Библия не говорит, но я могу сказать, но мы можем сделать лишь предположение. Я знаю, кто такие волхвы и чем они в основном занимаются. То есть, если мы говорим сейчас об образе скорпиона, у нас образ скорпиона очень часто встречается в Библии. То есть, скорпионы жали людей во время испытаний в пустыне, как при исходе из Египта. Иисус Христос использует символ скорпиона, что неужели там хороший отец даст вам скорпиону вместо рыбы. То есть, скорпион очень часто находится рядом со змеей. То есть, змеи, скорпионы и так далее. Это все, оно, как правило, относится к чему-то такому, что может тебя отравить. К чему-то такому, что может тебя ужалить. Образ змеи используется в книге Бытия для того, чтобы показать нам самого дьявола, который выступает в роли говорящей змеи и который будет жалить семя Евы, пытаться всячески ужалить, чтобы яд проник внутрь. Вот это вот жало. Само слово жало очень много где используется для того, чтобы показать, что человек может духовно умереть, будучи ужаленным. То есть, соблазниться на грех. Ну, опять же, речь идет о духовной смерти. Стих конкретный есть о том, что жало смерти, грех, что-то такое, где смерть, где твоя жало, грех, где твоя победа, что-то такое. Я точно сейчас не могу вспомнить конкретную ссылку. Но главное то, что если яд пропадает внутрь человека, человек может духовно умереть. У сатаны есть этот яд. У него есть вот эта вот сила проникнуть внутрь человека, сломать его вот этот щит веры, попасть в сердце и отравить все. Вот умереть, понимаете? То есть, человек может духовно умереть. Вот эти вот, вот эта вот саранча, у нее есть вот эта вот сила. Она может ужалить людей, да? Как скорпионы. И люди могут умереть. Говорится это о физической смерти, или говорится это о какой-то духовной смерти, или еще о какой-либо смерти, мы пока не будем. То есть мы не знаем точно. У нас могут быть просто какие-либо предположения. Мне кажется, что саранча это не физический объект. Это духи. Духи заблуждения, которые придут на землю, как саранча, и реально они просто-напросто будут людям вредить. Хорошо, давайте вот дальше посмотрим, потому что тут дальше тоже есть конкретное описание о том, что вот то, что я до этого сказал, какую нет земли скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве, но это понятно. Так, 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 сейчас, сейчас, и дано ее не убивать. А вот только мучить их пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда жалит человека. В какое состояние человек попадает после того, как его жалит скорпион? Что с ним происходит? Поднимается температура? В физическом плане, да. Поднимается температура. Человек начинает болеть явно, да. У него может случиться лихорадка и так далее, эпилептический шок. То есть, вплоть до смерти. Теперь мы видим свойства, которым обладают вот эти вот скорпионы, которые жалят. что происходит с человеком. Да, вот это вот свойство. То есть, может быть, тоже человеку очень плохо. Он не умрет, то есть, как говорится здесь, да, то есть, не до смерти, до самой. Данил, я понимаю, что эти слова ты привела под утверждение того, что это физическое. Да? Ну да, да, да. Я все-таки у нас... Я с тобой согласен. Я с тобой согласен, абсолютно. И мы смотрим, мы же смотрим суть самой книги. Да, сама книга нам говорит это. Нам надо... Да тот, кто услышит, тот поймет, да, кто бы говорит. Вот я пытаюсь каждое слово вот таким образом, чтобы разобрать именно одно слово, чтобы распространять огромное количество самых разных веществ. То есть, если ты лишь смотреть и разбирать, ну, как вот, я не знаю, как следователь пытается там разгадку какую-то, надо действовать, может, точно так же. То есть, вникать в суть. Да, то есть, у нас могут быть несколько различных гипотез, то есть, несколько различных предположений, да, и из этих предположений, из них часть будет явными заблуждениями, и другая часть, они... Ну, какое-то одно из них может быть правильным. А может быть вообще ни одного неправильного. То есть, такое тоже вполне вероятно. Мы изучаем, мы смотрим, мы высказываем какие-то предположения, у каждого из нас они могут быть свои. Мы должны помнить о том, что наши пророчества, наше понимание, пока что все равно, оно как через тусклое стекло, да, то есть, мы не можем видеть вот эти все картинки и понять ее абсолютно явно, потому что мы пока еще правду эту явно совершенно не знаем. Об этом, опять же, говорит нам Библия. Но мы можем размышлять на эту тему. То есть, размышлять на эту тему нам точно Библия нисколечко не запрещает. Поэтому, вольно высказывать все предположения, которые только возможны, вполне возможно, что из них какой-то будет правильным. Да? Согласен, да. Тогда давайте, смотрите, давайте вот то, что мы прочитали на данный момент, подведем некий итог, и в двух словах это будет в следующем. Итак, падает звезда, у которой ключи от бездны. Да, ключи от бездны. Из бездны вырывается дым, который затмевает небо. Вылетает сарача, начинает пять людей мучить тех, которые, людей, которые без, значит, печати. И свойства люди начинают мучиться примерно так же, как мучаются при Скорпионе. И вот мы видим подробное описание. А царем есть определенный управляющий этой саранчой, да? Это ангел, это не кто-то другой, это ангел, которому имя Авадон, или Аполион, или Губитель. Вот, я смотрю связь сразу же, какая есть связь. Значит, если он имя управляет, значит, он распорядился о том, чтобы вот эти вот саранчайда появилась, делала свои дела в течение пяти месяцев с такими-то свойствами против тех людей. Значит, он точно каким-то образом, этот человек, у него не человек, а он образ. Написано ангел, да? Да. Я просто почему-то уверен, что это человек, если в нашем земном понимании. Ну, он может быть не человек, он может быть... Ну, дух, ангел, это дух, да? Не, нет, ну, это может быть кто угодно, правильно? А можем по этой книге... Ну, может, этот дух вселиться в какого-то физического человека, да? Я почему-то уверен, что это либо человек, либо еще какой-нибудь, может быть, там, инопланетянин, неважно в данном случае. Важно другое, важно, что он распорядился, значит, у него есть какой-то интерес конкретный, и он преследует следующий интерес. Ага, я хочу убить тех, или помучить, по крайней времени, пока еще не убить, но помучить тех, кто с прошлых событий выжил, которых не зацепили все вот эти вот огненные дожди и так далее, вот, но он их не убивает. Почему? Он их мучает, да, только мучает. Потому что он их мучает, если у него есть цель, какая помочь, скорее всего, насколько я понимаю. И главное, этого ангела выпускает сам Христос, да? То есть, ну, оттуда, из ада, из бездны. То есть, это с позволения Божьего все эти мучения происходят. Да, значит. Да. Ну вот, и как бы цель какая? Цель мучения привести к тому, чтобы люди прекратили поклоняться вот этим всем. Да, да, да. Ну, это вот мы до этого доберемся, да. Идолам и так далее. Вот. И для чего? Может быть, может быть, есть такая вероятность, чтобы склонить их к тому, чтобы они себе поставили эту печать, для того, чтобы их оставили в поле. Они не могут сами поставить. Не, ну, чтобы им дали... Да, да. Чтобы они... Вообще, идея, да. То есть, они должны обратиться к Богу, да? Основная задумка. То есть, Бог хочет от людей покаяния. Он им приводит... Приводит их в состояние мучения. Он им посылает вот этих различных ангелов, которые вредят, да, которые мучают людей. Люди мучаются и так далее. И все равно продолжают делать злое в очах Господа. Да? То есть, ну, как бы вот такая вот тема у нас в книге Откровений. Да. Ну что, я тогда могу... Да. Можем мы дальше двинуться? Так, мы сейчас про ангела или про саранчу? Просто, как бы, вот тот Авадон. Авадон, Авадон, ага. Все, если у детей, пусть это будет злой ангел, но это все исполняют волю Божьей, вот на данный момент. Да. Несмотря на то, что они злые, как бы, да, они исполняют волю Божью. И в русле. Своего создания, да. Они, да, покаяния, чтобы это было, но они отказываются. Да, но они отказываются, действительно, да. Вы помните, когда Бог в книге, есть книги О, да, если кто не читал? Иов, да. Иов. Ну кто как? Иов, это это говорит вам. Да. То есть, сатана разговаривает с Богом и говорит, ну вот у тебя там есть... Бог говорит, видел ты моего праведника, вот у меня есть Иов такой вот парень хороший, все, праведен в очах и все такое. Сатана говорит, он не напрасно, потому что у него просто все в жизни хорошо и поэтому он тебя прославляет и все такое. Бог говорит, проверь и посылает на Иова целую череду искушений, испытаний через сатану. То есть, Бог определяет границы, да. Совершенно верно, Елена. То есть, столько ты можешь забрать, это ты не можешь трогать, это ты можешь сделать, это ты не можешь. Сатана действует всегда в рамках своих определенных. Да. И Бог проверяет через всю эту череду Иова, Иов выдерживает испытания и получает награду. Вот такая как бы тема книги Иова. Здесь точно так же действуют темные ангелы. Ну, если мы предположим, что Авадон и Атолеон и Сатана это одно и то же. То есть, конкретно, опять же, Сатана действует в течение пяти месяцев через своих духов, либо через вертолеты или что-то еще, я не знаю. Суть в чем? Люди мучаются, люди страдают, у людей есть возможность покариться. Но мы дальше увидим, что этого не произойдет. То есть, Бог до последнего каждому человеку всегда не будет такого, что вот Бог взял его просто-напросто и бросил там в Огненное озеро. Нет. Такого никогда не будет. Ни за что никто не пострадает. Каждый пострадает по своей собственной вине. И эта вина основная, основная суть этой вины, что отказались от имени Бога. Отказались люди. Людям Бог не нужен. Ну, вот так. Такой вот человеческий суверенитет, знаешь. Несмотря на все это, как бы этим. Продолжить. Да, давайте двинемся дальше, потому что у нас есть еще несколько очень интересных образов, а времени как бы у нас только нет. Итак, одно горе прошло. Вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорившего шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Вот видите, здесь опять вот эта вот идея того, что эти ангелы, они слушаются, они слушаются Бога совершить. Несмотря на то, что это ангел зла, они будут вредить людям. И вот давайте мы прочитаем об этих ангелах седьмую главу, да, первые, у нас первого, по-моему, стиха у нас по третьему, да. Первый стих. И после сего, я седьмую главу читаю, после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер, ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И ведь мы уже разбирали, что дул ветер, это вот как раз вот связано с повреждениями, с тем, чтобы вредить, да. Именно поэтому я связываю тоже, что скорее всего о духовных каких-то событиях идет речь и в девятой главе, но не суть. Итак, и видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни море, ни дерева, доколе не положим печать и на челах рабов, рабов Бога нашего. И дальше 144 запечатленных. Итак, да, то есть вот у нас четыре ангела. Они будут вредить. Каким образом они будут вредить? Они будут дуть на дерево, на траву, на море, да. То есть чем дуть? Еще раз, греческое слово пневмото, оно используется в двух основных значениях. Буквальный ветер, то есть перевод в ветер и все, и дух. Вот два основных значения. Ветер и дух. Да, то есть, опять же, за физическим ветром всегда вот этот вот прообраз, вернее, ветер является прообразом духа, духовного, да. А как оно, я прослушал, пневмото? Пневмото, да. У нас от этого пневматическое оружие, например, греческое слово пневмо, это дух, ветер. Дух тогда это давление. Вот. Потому как это слово воздух и давление. Потому что ветер, это в принципе, это воздух, который двигается, а двигается он, потому что давление. Да. Например, Иисус Христос написано, что он дунул на своих учеников, а они получили Духа Святого. Мы понимаем, что такое Дух Святой, да? То есть, если я на кого-то подойду и дуну, навряд ли именно там Дух Святой каким-то образом. Мы знаем, что Дух Святой – это Дух Истины, да? Это тот Дух, который просветляет человека, очищает его от лжи. Это какая-то правда. Почему я связываю опять же Дух, но немножко вот так вот с идеей? Потому что есть Духи Заблуждения, которые человек может поверить и принять. А есть Дух Истины, который человек может принять опять же в сердце. Один Дух его ведет праведным путем, другие ведут неправедными. Есть четыре ангела, которые будут дуть на землю и будут вредить. Смотрите. В девятой главе, каким образом они вредят? Давайте мы посмотрим, что говорится в девятой главе о способах, скажем так, о конкретной... конкретно о том, как они вредят. Итак, значит, число конного войска у этих ангелов, да? Было две тьмы тем, или в другом переводе 20 тысяч, и я слышал число его. Так видел я в видениях коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв от огня, дыма и серо, выходящих изо рта их умерла третья часть людей. То есть здесь мы видим вот эту вот картинку. Опять нам дается визуальный образ всадники. Тоже у них там необычные головы, там и броня, там у них немножечко есть какие-то параллели с саранчой, да? И вот они огонь дышат огнем, дымом и серой. Навряд ли это обычные кони и всадники. Навряд ли это обычные кони и всадники. Ну, мы можем, конечно, предположить, что Бог может создать дышащих огнем лошадей, но навряд ли. То есть, скорее всего, опять же, речь идет о каких-то духовных объектах. Скорее всего. Хотя, опять же, я не настаиваю на своем толковании. Вот эти вот образы огонь, дыма и серы, они, вообще говоря, очень часто встречаются в Библии. Ну, крайне часто. И всегда они встречаются в одном и том же контексте событий. А именно, люди не слушаются, Бог гневается и наказывает их огнем, дымом и серой. Помните историю с Содомом и Гоморрой? Что происходило? Жили в Содоме и Гоморре люди, женились, выходили замуж и так далее, прелюбодействовали, занимались грехом и так далее, и развратом всяким разным. Все это Богу очень не нравилось, но Он это терпел до тех пор, пока из Содома и Гоморры не вышел последний праведник. И в тот день огонь, дым и серо пожирали город. Да? Да. Нам книга Откровения, она говорит о том, что есть, ну вот это как бы история Содома и Гоморры из Ветхого Завета. В Новом Завете Содом и Гоморра тоже используется это слово, да? И оно используется, например, дай Бог вспомнить, надо что-то куда-то даже записывал. Иисус говорит, Лука, Лука, да, Лука 17 глава, давайте глянем быстренько. Лука 17 глава, Иисус говорит, то есть, скорее всего, те же самых события, о которых мы читаем в 9 главе, да? Лука 17, 28 стиха. Да. Да, 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 да. Так, вот Иисус рассказывает про схему, по которой Бог наказывает людей. Я начну чуть-чуть пораньше читать, 26 стиха. И как было во дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. То есть, схема. Люди, среди людей находится хотя бы один праведник, Бог не наказывает. Последний праведник ушел, Бог наказал. Дальше, 28 стих. Так же и как было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строились. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. И 30 стих. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. То есть, схема у Бога не меняется наказанием. В тот день, кто будет на кровле, и так далее. Дальше мы уже читали эту главу. В откровении тоже Содома? В откровении. Давайте мы заглянем, как используется в откровении символ Содома и Гаморры. Я почему говорю символ? Ну, это с таким, опять же, своим умыслом, с которым вы можете не согласиться. Сейчас я найду быстренько. Нет, ссылки. 118. Какой 118? Откровение 118. Окей. Содома и Грифика, где и Господь нашла. Да, да, да. Вот именно это. Содома и Грифика, где и Господь нашла. Прочитайте, Елена, я сейчас Бога буду искать. И трупы их оставят на улице Великого города, который буквально называется Содома и Грифика, где и Господь нашла. Да. Трупы и свидетели. То есть, два свидетеля, которые свидетельствуют о Боге, в первую очередь. да, они свидетельствуют посреди какого-то города написанного, который духовно называется Содом и Египет. То есть, речь не идет о географических, физических объектах. Речь идет о духовном городе, Содом и Египет. Нет, речь идет действительно о конкретном географическом объекте. Это там, где Господь нашла. Но в духовном смысле он является Содомом и Египетом. Духовное, то есть, на тот момент, когда эти свидетели там распяли, в этом иерусалиме, они были, конечно, не святой, он и попирался язычникам. И в духовном значении это Содом и Египетом. Да, то есть, духовно он называется Содом и Египет. И там распят Господь. Где распят Господь? Содомом. Он распят среди тех людей, которые его не приняли. Это окрестность иерусалим. Если мы вернемся в Луку, в 17 стих, где он говорит как раз о том, что и надлежит сыну человечеству прежде быть отвергнутым. То есть, где происходят вот эти вот... И дальше он говорит о событиях мной, о событиях Содома. Где происходит вот это вот отверждение? Вот в этом месте, которое духовно называется Содом, там отказываются от Христа. Там люди откажутся от имени вот этого Божьего. Понимаете? Хорошо. Это то, что касается 11 главы. Мы не будем ее забивать, потому что нам еще предстоит ее в дальнейшем проходить. Главное то, что есть вот Содом и Египет. Нам сама книга Откровений говорит о том, что иногда мы можем подразумевать под ней духовный смысл. То есть, Содом и Египет. Египетские казни вот сейчас проходили, да? Читали немножечко, они вспоминали книгу Исход. Содомские наказания Содома и Гаморы с Серой огнем и так далее. Схема примерно одна и та же. Люди отказываются от Бога. Бог наказывает. Люди нисколечко не раскаиваются. И в итоге погибают. Хорошо. Итак, давайте будем смотреть, что у нас. Итак, от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из артарий, умерла третья часть людей. Вы смотрите, до этого третья часть умерла, да, в предыдущих главах. Еще сейчас третья часть умерла. Ибо Сирв... Да, смотря в каком переводе. В другом переводе не третья часть, а множество людей. Ну, множество. И полыни. Ну, хорошо, да. Ну, у нас, как бы, очень много здесь в книге Откровения используется. Третья, третя, третя, третя. То есть, ну, как бы там практически... Какая-то часть. Какая-то часть. Ну, такая солидная часть, очень скажем. Ибо сила коней заключалась во рту их, да. То есть, ну, как во рту, да. То есть, навряд ли, навряд ли. И в хвостах. Смотрите, хвосты, что делают. Хвосты подобны змеями голыми, и они вредят. То есть, у змей, вот у этих, у них есть жало, они могут ужалить, да, навредить как-то. Через рот этого коня может что-то выйти, навредить вот этот вот огонь и так далее, да. 20 стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих ясу, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийстве своих, чародействах своих, не в буддяне своем, не в воростве своем. 20-21 стихи. Они нам намекают, скажем так, очень так, хорошо намекают, на смысл всех вот этих вот наказаний, да, на смысл вот этого Божьего дня. То есть, Бог хочет, чтобы люди раскаялись в этом, чтобы они перестали поклоняться идолам, чтобы они раскаялись во всех вот этих вот злодействах, которые они делают там. Но, к сожалению, люди не раскаялись. Еще немножечко по символике огня, серы и так далее. Сама книга Откровения нам говорит о том, что есть целое озеро, да, горящее огнем и серу и так далее, и туда будет сброшено сатана, да, туда будет смошен и смерть, и ад, и все те, которые приняли на читание зверя. И зверь, да, и звери туда, да. То есть, все вот это, оно, скажем так, является вот это вот озеро собирательным образом Божьего гнева. Того, вот куда вот он все вот это вот помещает, то, что ему не угодно. Рано или поздно все, что не угодно, скажем так, Богу, да, вместе со всеми этими зверями, вместе с самим сатаной, отцом лжи и всеми теми, которые приняли духу заблуждения и все такое прочее. Вот оно все не угодно. И оно там написано, что мучается и страдает, да. У нас есть книга, давайте ссылочку, по-моему, это 14-я глава, сейчас, одну секундочку, 14-10. Это 100 белого приспала, это 24-я глава, откровительный. Да, там есть, а вот еще вот здесь вот есть момент, да. И еще раньше, 19-я глава, конечно. Да, я хочу из 14-го, потому что он более так вот звонко нам говорит, да, и третий ангел последовал, за ними говорят громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Вот это вот вино ярости Божьей, что это такое? Вино цельное, приготовленное в чаши гнева, и будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Вот это вот такой вот образ вечного мучения, да. Но в 9-й главе это еще не совсем то, что мы сейчас читаем. Пока еще нет, да, пока еще у людей есть шанс, да. Я просто говорю о том, что огонь и серы являются собирательным образом, гнева Божия. То есть вот это вот я хочу идею. То есть очень много где они встречаются рядом. Гнев Божий, вот вино ярости, вот огонь и серы. Вот огонь и серы. Вот там вы будете находиться, там вам будет плохо. Навряд ли, опять же, говорится о физических объектах, об огне и о сере, ну таких вот, скажем, химических элементов. Там серы у нас есть. Навряд ли. Ну, хотя, опять же, кто знает. И вот еще давайте возьмем напоследок одну очень интересную ссылку. Ну, это ссылка является, на самом деле, ссылкой на Ветхий Завет. Деяние, вторую главу. Деяние, вторую главу. Которая говорит нам, опять же, о том, что всегда можно... Всегда Бог дает людям шанс. Итак, вторая глава, 17 стиха. Я прочитаю. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемо будут». Здесь есть одна интересная... В этом стихе есть один интересный момент. То есть, вот в тот момент, в последние дни, заметьте, когда Бог изливает Духа Своего, начинают люди вразумляться. И мы видим, что 14, 144 тысячи человек будут вразумлены, да, скажем так, Богом будут вразумлены, в первую очередь, получат печать на лоб. 18. «И на тех рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится в тьму, луна в кровь, прежде нежели настанет День Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть это вот как раз вот та спасательная, скажем там, трость, инструкция, да, за которую человек может схватиться для того, чтобы избавить себя от вот этого Божьего гнева, чтобы избавить себя от всех заблуждений, которые в него сатана селит, да, от всех вот этих вот, от всей саранчи, да, саранча. Не может повредить она тем, которые приняли имя Бога. Почему? Потому что люди, которые получили печать на лоб, они Богу верят. Не может сатана принести им вред, если они вот действительно запечатлены. Вот. Они призвали имя Господне. Мы помним, да, как евреи призовут имя Господне. Тоже об этом есть стих, да, что они скажут «Благословен грядущего имя Господне» и, как бы, таким образом спасутся. Вот этот вот момент призывания имени самого Господа, призывания имени Бога и, скажем так, принимания, то есть крещения в это имя, погружения в это имя, ассоциирования себя с этим именем, отдача себя полностью вот в управление, скажем так, Духу истины, это является непосредственным условием к тому, чтобы избежать вот всего вот этого Божьего гнева. Это та трость, за которую нужно ухватиться. Да, может быть, как раз таки это и было сказано о том, что вот это всё именно сама книга, которую Бог сказал записать её, и жить так, как написано, то есть, грубо говоря, инструкция по поводу того, как это рассказывается, зачем, какой будет итог, но, может быть, как раз таки вот итогом получается такое, что это. Да, здесь интересный вот есть один момент. То есть человек, он, в принципе, он не может всё понять, он не может понять, зачем это нужно так делать, почему, почему я не могу вот сегодня взять и украсть, когда от этого же вот мне сегодня хорошо станет. Ну, реально, да, вот я возьму, украду, у меня будет, там, скажем, там, сто тысяч, там, сверху я пойду, куплю себе машину, там, уже нечего-нибудь. Человек, он не видит дальше своего носа, он не понимает, что если вот он сегодня крадёт, завтра другой кто-то крадёт, послезавтра третий, четвёртый, пятый, десятый, и в итоге мы живём в стране воров. Да, или поздно, у него что-нибудь сказано. Да. То есть единственный способ для того, чтобы всем людям жилось хорошо, это когда человек исполняет ключевые заповеди. Любит Бога, любит ближнего, как себя самого. Да, то есть Бог сказал, ну, какие самые важные заповеди, да, вот что нам даёт Библия, фактически, о чём вот это вот тысяча с лишним страниц? Что человек должен любить Бога и любить ближнего, как себя самого. Вот суть, да, что Бог ожидает. Любить Бога, это включает в себя отказ от всех идолов, да, ну, мы очень часто там кланяемся различным идолам, да, преклоняемся там перед разными вещественными началами, которые могут, типа, нам сделать хорошо, да, хотя этого не происходит, да. Люди поклоняются статуям своих вождей, люди поклоняются различным там флагам, гербам и чему угодно. Люди поклоняются перед какими-то там дорогими вещами, там, или ещё что-то готово посниться и делать что угодно, нарушать любые заповеди, лишь бы вот обрести предмет своего вожделения. Бог говорит, всё, что в мире есть, похоть очей, то есть, что ваши очи хотят, и гордость житейская, что вот ваша вот эта вот внутренняя яга хочет. И это, говорит, вражда против Бога. Бог хочет, чтобы люди были равны, чтобы люди, вот сегодня у тебя есть избыток, помоги другому, у него недостаток. Сегодня у тебя есть недостаток, попроси, у кого есть избыток, и все должны друг другу помогать, вот это и есть Божье царство, да. Оно ничего общего не имеет там. А, да, да, получается другая схема. Если есть некие процессы эволюционные, и они происходят в головах, умах людей, именно эволюция, переход из одного... Из одного мышления, скажем так, в другое. Из мышления Плацкова, Бог говорит, ну, хорошо, если мы хотим, мы можем использовать термин эволюция. Из мышления Плацкова вы должны перейти вот в это состояние в новое, духовное, вы должны, говорит, родиться свыше, чтобы вот это прошло второе рождение у человека, когда он от животного, скажем так, превратился в настоящего человека, стал образом и подобием Бога, каким он и задуман по идее. Так, и в этот момент он запечатлевает. В этот момент он запечатлевает, совершенно верно. Вот этот, как бы... Тут еще вот такой момент. Человек до рождения проходит эволюционные такие, ну, вот в утробе матери у него там... Ну, это, скажем так, его тело там, оно проходит определенные стадии и так далее. Да, на физическом уровне, да. Но вот когда его мозг уже созрел, ребенка, да, у него, может быть, уже сложится впечатление, что вот мир, в котором я живу, вот он такой, такой, как он меня окружает. Ну, естественно, понятно, что у него там мало информации. Информация у ребенка, вот в матери все равно есть, он все равно слышит, что происходит вокруг, он чувствует мать и так далее. Но он может не понимать, что происходит. Вот, может быть, рождение для ребенка является, ну, как тоже, это все равно как не крути, эволюционное, как бы, такое... Ну, может быть, ни слово эволюции нехорошо подобрано. Но этап в развитии человека. И, может быть, смерть, это только лишь тот же переход следующий в следующую, как бы... Да. Давайте мы... Следующую, вот, на следующий уровень, грубо говоря, как вот и рождение. Да, как и рождение. Действительно, это следующий уровень. То есть то, что сейчас у нас мы делаем, это мы... Вот наше тело, оно должно умереть, да. Мы должны как бы перейти в следующий уровень. Это совершенно другой уровень. Давайте мы об этом... У меня просто есть несколько хороших ссылок на этот счет, да. То есть вот конкретно вот по этой теме следующая жизнь, рождение и так далее. Духовное рождение, я имею в виду. Вот мы это, если хотите, можем на следующем уроке чуть-чуть так задеть, потом двинуться в десятую главу. Нормально? Редактор субтитров А.Семкин Horizon Корректор А.Кулакова